Здравствуйте, уважаемые зрители, я вам представляю сегодня современный разговор с Альбертом Исаковым, автором и ведущим одноименного ютуб-канала Альберт Исаков. Здравствуйте, Альберт, рад тебя видеть. Добрый день, уважаемый Расим и твои зрители. Очень рад общению. Давно хотел с тобой списаться, записать эфир. Мы с тобой записывали очень давно, однажды. Это когда ты через несколько недель, где-то через месяц, после того, как ты побывал в Баку. Насколько я помню, не только в Баку, но и в районы тоже ездил. Не, я был только в Баку. А, ну, значит, я ошибаюсь. Ну, я видел твои фотографии, и после фонтана ты сидел напротив Макдональдса, а потом мы уже с тобой общались. Ну, тогда, в принципе, беседа у нас получилась несколько официальной, сегодня более так дружеская. Рад еще раз сказать, что тебе спасибо большое за то, что принял приглашение. Взаимно, взаимно. Альберт, я знаю, я думаю, что и один, а многие зрители, посетители, пользователи Ютуба знают твою деятельность, много наслышаны, смотрят. Честно говоря, я твои эфиры не смотрю, не потому что я противник, просто времени катастрофически не хватает. У меня своя работа основная. Даже я не смотрю, я тебе хочу сказать. Ну, ты, я, в принципе, когда вот записываю своих экспертов, я один, два, три раза просматриваю, пока вмонтирую, чтобы что-то не пошло не то. В кадре я там глазик, чешусь или что-то еще. Конечно. А уже потом, когда я выпустил, уже последний момент, смотришь под напряжением, выпустил, все, уже это не мое, смотрите зрители. Да, да, да. Так вот, я вот на одном из каналов репостили твое видео о мальчике Вундеркинд, Акопиан, Микаэл, если не ошибаюсь. Да, да. Тогда вот я, в принципе, с тобой связался. Ну, насколько я понимаю, что ты можешь записываться в выходные дни, я небольшой секрет так раскрою. И вот сейчас тату Акопиан, тоже Акопиан. Я просмотрел этот эфир. В принципе, не буду я подробно говорить об этом, а сейчас расскажи о своем канале. Зачем тебе все это нужно? Зачем ты тратишь свое личное время на то, чтобы вести этот канал, мониторить армянские СМИ, армянские каналы, которые вещают на армянском, и вот переводить это на русский. Ты знаешь, вот на самом деле ты очень интересный вопрос задал, да, как говорится, не в бровь, а в глаз. Зачем это нужно? Какая цель? Я все больше задаю себе этот вопрос, сейчас тем более, да, по прошествии, ну, наверное, больше двух лет, как этот канал существует. В принципе, какой-то специальной цели не было, какой-то особой цели или, как некоторые, например, представляют, да, что у них может быть какая-то миссия, какое-то влияние, какое-то воздействие. У меня этого всего нет, не было и нет. То есть, какой-то великой цели или особой цели. Единственная моя цель была и есть, в принципе, да, разобраться самому. То есть, я, как, наверное, многие твои зрители, мои зрители знают, что я жил в Армении 12 лет, да, то есть, я знаком с этой действительностью, знаком не понаслышке, не, как говорится, как виртуальный какой-то зритель, а как непосредственный житель Армении, особенно Армении тех лет, да, когда были очень тяжелые годы, как они называются, темные и холодные годы. Ну, это не только актуально для Армении, но вообще, в принципе, для многих республик, да, мест Советского Союза. Но я столкнулся с этим, и нам было вдвойне тяжелее, потому что мы были беженцами, то есть, у нас не было жилья, мы скитались. Это был кошмар, одним словом. То есть, весь этот негатив, определенным образом он, как бы, ну, отразился на мне, да, на моем восприятии вообще вот этой вот действительности. И у меня сложилось определенное, мое собственное, субъективное мнение, представление о нашем регионе, да, вообще в принципе, о конфликте, о взаимоотношениях между народами, о том, кто прав, кто виноват, насколько прав, насколько виноват, о том, кто виноват, вообще можно ли рассматривать эти вещи в этих категориях, да. То есть, у меня очень много на самом деле, как человека, как участника, да, этих всех событий, да, как человека, пострадавшего в определенном смысле, очень много открытых вопросов, которые я сам для себя пытаюсь понять, особенно после войны, потому что эта война, да, 20-го года, она расставила все на свои, как говорится, места. Она вскрыла очень много моментов, она направила внимание очень многих людей, особенно наших земляков, да, и меня в том числе, на наш регион, потому что я вот жил все эти годы, ну, скажем, в 2002 году я уехал из Армении, да, можно сказать, тоже очередной раз бежал, то есть, я был просто, я говорю, делюсь об этом, здесь не надо повторяться, да. Это все жило во мне, это все было во мне, но оно было как-то, знаешь, на какой-то полке, полке сознания, полке памяти, я не думал об этом. Но эта война, она, как тебе сказать, сфокусировала, да, внимание, хочешь не хочешь, ты открываешь там новости, открываешь это, и я начал все это вспоминать, все это выносить из каких-то там, значит, знаешь, вот этих мест, да, памяти, тайных мест, что хотелось бы забыть и вообще оставить, как, знаешь, как прошлое. Но это прошлое начало стучаться, то есть, прошлая память, определенный негатив, и я начал просто смотреть, исследовать, я увидел столько лжи в армянских СМИ, я увидел столько фальсификаций, искажения, даже уже после войны, да, непосредственно во время войны, после войны. Я просто уже не мог молчать, я вышел, значит, я рассказал свою историю, эта история, значит, вызвала очень большой отклик земляков, я не ожидал этого, я не ожидал этого. Люди начали откликаться, люди начали общаться со мной, я понял, что эта тема очень востребована, понимаешь. Я начал просто говорить то, что я думаю, что-то переводить, я делаю это не на регулярной основе, это, мне за это никто не платит, потому что меня постоянно обвиняют, что я там получаю там нефтедоллары, объедаюсь черной икрой, знаешь, могу показать свой холодильник. Да, если вы там найдете какую-то икринку. Я не считаю себя, значит, в каком-то смысле, да, как бы блогером, который защищает, или там, человеком, который защищает какую-то позицию и, значит, осуждает другую позицию. Я человек, который пытается разобраться, разобраться именно в том, что произошло со мной, да, прежде всего, то, что произошло с нашим регионом, почему так произошло. И у меня до сих пор очень много открытых вопросов, я тебе хочу сказать. Я постоянно думаю над этим, я пытаюсь понять одну сторону, пытаюсь понять с другую сторону. То есть я открыт для диалога, я приглашаю армян, то есть не только азербайджанцев, да, но и армян. К сожалению, я вижу очень мало адекватности с этой, с той стороны, да. Люди очень плохо реагируют. Если люди, скажем так, реагируют положительно, они большей частью молчат, то есть они ничего не говорят, боясь осуждения своих соплеменников, понимаешь? Да, я думаю, что, извините, я скажу, запомни свою мысль, я просто скажу. Они, наверное, скорее всего, те, кто понимают, они боят, и то, что... Они понимают, но они молчат. То же самое, знаешь, это вот я могу привести пример. Да, и вот я хотел одну правду добавить, когда ты сказал, что 12 лет прожил в Армении, это было тяжелое время, да, это было, я думаю, что не только к России можно отнести, вихие 90-е, вихие 90-е, они, по-моему, во всех республиках бывшего союза, который развалился, пока они там разбирались, что к чему, как, старые стереотипы ломались, новые только... Я думаю, что было легче значительно уживаться в новых реалиях тем, кто ходили в 3-й, 4-й, 5-й класс, или вот то, что только ходили в школу, потому что мы выросли в Советском Союзе, мы учились в Советской школе, а те люди, которые старше нас были, они жили в советской идеологии, вот они привыкли к нам, пришли на работу, получили зарплату, уехали. А тут надо было как-то по ногам уже пристраиваться, подстраиваться, а вот молодежь, которые дети только-только начали, они уже учились в других условиях. Так вот, когда Россия напала на Украину 24 февраля 22 года, в России очень много было ура-патриотов, которые кричали, поддерживали и так далее, везде, Z и так далее, на машинах. Как только объявили мобилизацию в сентябре прошлого года, более миллионов просто уехали из страны. То есть, это я к чему? К тому, что ты сказал, что люди некоторые молчат, просто они боятся быть, как говорится, объектом борицания, идеология цехогранизма, дошнаки и так далее. Будут соседи показывать пальцем, как на врагов народа, да? Извини за отступление, продолжай. Да, на самом деле, то, что ты говоришь, очень правильно. Оно, наверное, актуально для любого общества, тем более армянского общества, где вот эта вот национальная самоидентификация, восприятие самого себя, оно строится, в принципе, на ксенофобии, то есть, на отрицании чужой культуры, культуры своих соседей, их вообще каких-то прав, восприятие их как людей, равных себе. Вот это больше всего меня напрягает во всей этой истории. Я вижу отношения, я понимаю отношения, скажем, достаточного количества армян, массы армянского народа к азербайджанцам, к вообще к тюркам, да? То есть, они не воспринимают этих людей за людей. Вот это меня больше всего напрягает. Я это вижу в разговорах, особенно сейчас, когда вот есть разговоры о мире, да? То есть, есть очень много блогеров, журналистов, которые говорят о мире, призывают к миру, значит, говорят о том, что наш народ устал. Вот тот же самый Татула Купян, да, о котором ты уже упомянул в начале. Этот материал есть на моем канале. Он говорит, что армянский народ страшно устал. Понимаешь? Понятно, что любое такое вот экстрентричное действие, поведение, поведение ненормальное, неадекватное, да, ну, скажем так, беснование, если можно так сказать, оно потом вызывает усталость. Оно потом вызывает, значит, состояние, когда у человека иссякают силы, психические силы, физические силы, человек теряет ресурсы, человек выбывает полностью из колеи. Армянское общество жило в этом напряжении, ну, по крайней мере, вот эти последние 35 лет, в состоянии неадекватности, в состоянии напряжения, в состоянии неестественном, то есть в состоянии войны, да, ненависти. Человек не может постоянно находиться в ненависти, человек не может постоянно культивировать себе ненависть, он устает от этого, понимаешь? То есть он не может постоянно быть вот как в каком-то припадочном состоянии. А вот все эти состояния, о которых мы говорим, о которых я говорю, да, этот национализм, этот культивируемый национализм, это ненависть, это отношение, этот дискурс, да, все эти нарративы, все эти разговоры, они выбивают человека из нормы, понимаешь? Поэтому общество устает. И когда это общество столкнулось с реальностью, оно показало свою, как бы, как сказать, настоящую силу, да, вот те ресурсы, которые у него были, или в итоге оказалось, что нет никаких ресурсов, ни какого-то национального воодушевления, какого-то единства национального, все это оказалось фикцией, все это оказалось пустотой в итоге. И люди, люди столкнулись с реальностью, эта реальность буквально лишила их сил. Лишила их надежды. И эта реальность, ты понимаешь, она продолжает стучаться в дверь, да? Она продолжает стучаться. Ты можешь на нее не реагировать, ты можешь закрыть уши, ты можешь видеть какие-то видения, галлюцинации, да, бредить. Но реальность, она существует, реальность существует помимо нас, понимаешь? Она существовала, она существует и будет существовать. Либо мы вписываемся в эту реальность, либо мы проявляем лояльность, да, к этой реальности, либо мы выбываем из реальности, мы теряемся и исчезаем. То есть, реальность штука такая серьезная, на самом деле. И вот, ты понимаешь, вот сейчас больше и больше голосов в армянском обществе, да, которые говорят о том, что общество жило в каком-то таком, ну, нереальности какой-то, в каком-то мифическом, бредовом состоянии, понимаешь? Все, что связано, или жило прошлым, жило какой-то историей, как говорят, это было давно и неправда, да? То есть, люди придумывают себе историю, люди смакуют эту историю, людей прет буквально, да, от этой истории, большая часть из которой вымышлено, вымышленная история абсолютно. То есть, там, сказки, легенды и так далее. Какое это отношение имеет к реальности? Когда люди столкнулись с реальностью, то есть, какие были мифы, да, в отношении азербайджанцев? Что азербайджанцы вообще не способны никакой войне, азербайджанцы не способны ответить, азербайджанцы не способны защитить себя, армянская армия сильная, армянская армия непобедимая, армянский дух невозможно сломать, сломить, да. Когда они столкнулись с реальностью, да, вот с реальностью этой войны, причем очень много людей говорит о том, что как сражались азербайджанцы, то есть, они увидели других азербайджанцев, да, не тех, о которых они слышали, или которых они себе представляли, а они увидели других людей совершенно, да, людей, которые сражаются за свой дом, за свою родину. Очень большое количество, да, молодых людей, азербайджанцев, которые пошли на эту войну, они рвались на эту войну? Почему? Потому что они были детьми, да, потомками беженцев из этих вот мест, да, которые они возвращали, это были люди, которые мстили, это были люди, которые, значит, возвращались свое, понимаешь? То есть, у них было, было чувство справедливости, а вот в случае с армянами, да, например, житель какого-то там, я не знаю, Ванадзора, житель там Гюмри, какое отношение он имеет, там, я не знаю, к Кель-Баджару, к Гадруту, да, там, я не знаю, другим, другим, к городу Шуша, какое отношение имеет? Почему он должен защищать город Шуша? От кого он должен защищать его? То есть, сама идея, понимаешь, то есть, неестественность. Неестественность, вот эта неестественность, она, фактически, люди столкнулись с реальностью, и люди поняли, люди, ты понимаешь, вот это самое тяжелое, когда приходит осознание, а сделать человек ничего не может. Вот это состояние, в этом состоянии, мне кажется, находится та активная часть армянского общества, потому что в армянском обществе, когда мы говорим об армянском обществе, да, надо понимать, что не все армяне, скажем так, находятся в этом состоянии. Есть очень много армян, которым совершенно неинтересны эти темы, они живут в своем мире, у них друзья, у них ежедневные какие-то интересы, заботы, то есть, они сталкиваются с реальностью и живут в реальности, скажем так, по большей части, да, но эти люди, этих людей мы не видим, да, то есть, вот когда мы говорим, мы, например, говорим о каких-то интервью на Нойан Тапане, да, или каких-то интервью не вполне адекватных людей, историков, политиков, да, которые выступают, которые постоянно на виду, и об армянском обществе складывается такое мнение, что оно полностью поражено, оно полностью националистическое и так далее. Достаточно количество людей, которые живут вне этого, вне этого, то есть, им все это противно, им все это неинтересно, я постоянно мне пишут люди, такие люди, и эти люди меня обвиняют, почему я говорю только о негативе, да, ведь очень много позитива, очень много нормальных, хороших людей, я говорю, выйдите, выйдите, заявите о себе, вы видите, что сплошные неадекваты, да, сплошные, там, я не знаю, идиоты, ну, вот те же самые примеры, да, этого мальчика, да, это же абсолютный трэш, да, абсолютная жесть, вот, в буквальном смысле слова. Почему не выходят нормальные люди и не говорят? Я призываю, и сейчас призываю. Извините, я тебе перебью. То, что этот мальчик говорит, Микаэл, да, если не ошибаюсь, да, то будут все одни армяи, я, меня что удивило, не то, что вот это вот, у него вот этот шовинизм, да, который с детства, но, я не знаю, 10 миллионов чуть больше, 10 миллионов армян по всему миру живет, а население планеты более 7 миллиардов, и он когда говорит, не говорит, что вот, типа, я уничтожу турков, я уничтожу азербайджанцев, я уничтожу все народы, и основанство кормить, это уже, знаешь, это вообще зашкаливает, понимаешь? Вот я понимаю, есть в этом вот индейцы сказали, до которых полтора миллиарда, или, допустим, китайцы сказали, полтора миллиарда, но его уже настолько так вот научили этого ребенка, и он не один, он, в принципе, ярчайший пример того, что вот происходит в армянском обществе, что, типа, вот все, вот как Гитлер пришел, говорит, мы вот арийцы, остальные нации должны нам присутствовать, вот что вот меня поразило, а не то, что вот, если бы он сказал, что, типа, вот, надо бороться против турков, против азербайджанцев, я понял, но когда, и сам ведущий, который вот по-армянски говорил, ты его перевозил, он сам... Ну, как это назвать, да, вот как это назвать? Да, потому что, знаешь, война не против тюрков, да, которых они всегда вот живут, а вот просто весь мир уничтожен, только одни армянности. То, что поразило. Ты понимаешь, на самом деле, вот то, что ты говоришь, достаточное количество людей живет вот именно в такой реальности, именно в такой Армении. Армения, да, уже забитая фраза, да, забитая тема. Ну, это само за мной, я тебе извиняюсь, что я иногда перебиваю, просто как-то мысли, я снова как бы в диалоге нахожусь, я очень извиняюсь, ты их забыть. Кавказ-то очень многонациональная вот... Да. Субстанция, и там государство, 99,9% одни армия. То есть, ты понимаешь, вот, сама идея, да, сама неестественность, сама искусственность, да, вот этого, ну, образования или явления, да, этой страны, она вот в этом регионе, да, который органичным образом соединяет вот это количество, вот эту массу, да, разных народов, разных культур, разных языков, разных этносов, да, то есть, это природно для Кавказа, природно. Та же самая Грузия, возьми, это рядом. Та же самая, тот же самый Азербайджан, да, рядом. Дагестан, сколько, сколько, какое количество национальностей в маленьком Дагестане, да, вообще, вот Северный Кавказ. И они как-то живут. В соседних деревнях разные... Диалекты, разные народности, да. То есть, это природно, это естественно для нашего региона, для Кавказа, Южный Кавказ, Северный Кавказ, вообще наш регион, да. И вдруг, вот возникает, значит, страна, да, значит, строится страна, идея страны, чтобы в ней не было никого, кроме армян. Это страна для армян и только для армян. Теперь смотри, это было в период Советского, да, Союза, да, то есть, Армения была мононациональной, очень мало было представителей и они были, но их было очень мало. Если армяне постоянно говорят, у нас есть езиды, у нас есть малакани, да, русские, у нас там есть русские, там малакани, там, и все. Давай хорошо, давай хорошо, вот, разберем. Когда в конце, я извиняюсь, еще раз, в 80-х годах 250 тысяч азербайджанцев было насильно изгнано, были еще периоды 47-й, 48-й год, было еще до того. 100 тысяч, по-моему, да, там больше 100 тысяч. Я не знаю, это надо посмотреть в эти самые, Резван Гусейнов сразу ответил, какой историк, я даже не видел. Это моноэтничным, оно, Армения, стало в 90-х. То есть, даже в то время, да, было несколько сот тысяч азербайджанцев и курдов, то есть, мусульманское население, скажем так. Опять же, азербайджанцы и курды, они жили компактно, какая-то часть азербайджанцев жила в крупных городах, то есть, жили совместно с армянами, такое тоже было. К чему я это говорю? Если говорить, ну, понятно, да, что азербайджанцев депортировали. Эта политика была всегда, в советское время, большое количество, более 100 тысяч азербайджанцев депортировали в Азербайджан из Армении. На их место привезли, вот это называется, Гайренадарц, так называемые репатрианты, возвращенцы из стран Ближнего Востока, то есть, армяне из Ближнего Востока, Сирии, Ливана и так далее, да, Греции также, вот, очень много людей, приехало 46-47 год и тоже поселились на этих территориях. Достаточно количество людей, их называют ахпарами этих людей. К чему я это говорю? То есть, строилось армянское национальное образование, мононациональное. Эта идея всегда присутствовала, всегда. Особенное ударение было, значит, избавиться от тюркского, да, от курдов, от азербайджанцев, от мусульманского, мусульманского именно, значит, населения, мусульманского населения. То есть, эта политика была всегда, они всегда этого хотели, но не всегда это могли. Когда только получилось у них, когда у них вышла эта возможность, они это сделали. Вот как ты сказал, 87-й, 88-й, 89-й, уже не было азербайджанцев. Изгнали. Изгнали, попросили, делали провокации, избиения и так далее. Это описано, не надо к этому, как говорится, возвращаться. Но, сегодня они говорят, я, кстати, вот хочу сказать, что я слежу же, да, за армянскими. Сейчас они начали делать несколько каналов, таких государственных каналов, делать передачи о этническом составе Армении. То есть, это смешно, ты понимаешь просто. Они делают передачи о езидах, делают передачи о Малаканах, значит, приезжают там журналисты, берут интервью у Малакан, там в деревне, там несколько деревень Малаканских. Несколько тысяч человек живет, езидов, несколько тысяч Малакан всего, на все это население. Но что отличает эти группы, да, езидов и Малакан, о которых постоянно армяне говорят, что эти группы у нас есть, то есть, мы не мононациональная страна. И Малакани, и езиды, это закрытые субкультуры. То есть, это даже нельзя назвать этмосами, потому что Малакани это русские, да, то есть, это русские сектанты, которые были изгнаны, из, то есть, переселены из России в свое время на территорию Кавказа, не только на территории Армении, они есть в Азербайджане и в Грузии, да, и тоже живут компактно. Что отличает Малакан и что отличает езидов? Они не смешиваются по их, скажем так, вероучению, по их практике, да, по их восприятию жизни. У них строгий запрет на, значит, национальные браки, очень редкие эти браки, межнациональные браки, практически нет этих браков. То есть, это закрытые религиозные общества. Поэтому эти общества чем-то напоминают, чем-то похожи на армянское общество. Поэтому они живут в своем собственном, то есть, это какие-то собственные такие островки, понимаешь, вот, да, то есть, они не смешиваются, они не лезут к армянам, они не смешиваются с армянами, они не, армяне не лезут к ним, Потому что у них нет цели ассимилировать кого-то или ассимилироваться. Вот такие общества, закрытые общества, они могут жить в Армении. И то я тебе хочу сказать, я тебе хочу сказать, что большинство Малакан уехало из Армении. Большинство езидов уехало из Армении. Об этом же не говорят. Уехали. Потому что была дискриминация в отношении езидов. Я разговаривал даже с езидами, которые говорили и были очень недовольны, что к их фамилиям прицепили вот это окончание Ян. У них были фамилии, оканчивались на Ов. Большинство из них сейчас носит фамилии с окончанием Ян. То есть зачем это сделали? Зачем? Понимаешь? То есть есть свои моменты. Это политика русской империи, политика западных государств, которые в начале 19 века населенные преимущества мусульманами в Капказ, переселили армян. Первый этап был 1827-1830 годы, еще при Грибоеды. Тогда начали массово переселять армян. И оттуда вот с Азербайджан выселяли, изгоняли. Они вот сначала приезжали, как бы, да, вы нам спасибо дали кровь, а потом поднимали голову. И то же самое мы видим и в Грузии, то же самое мы видим и в Северном Кавказе. Так что, а вот сейчас уже, как бы, знаешь, история возвращается, сделав круг, пружина, вот история, она возвращается, она круги своя. Как бы не было вот мифологические вот эти научные труды, которые вот, а ты вот это не читал, а ты вот это не читал, а ты не читал, когда показывают, многие армяне смотрят кадры, фотографии, видеокадры вот ходжалинского геноцида, говорят, это все вранье. Это вы все придумали, это не было. Настолько зомбированы. У большинства армян нет вообще абсолютно никакой информации о событиях ходжалы, вообще о том, что происходило, да. То есть они не знают, и мало того, что не знают, они не хотят этого знать. И вот это меня очень, очень сильно напрягает. Почему? Отношение к азербайджанцам, отношение к ним как к людям. То есть люди второго сорта, это вообще не люди на самом деле. Вот я тебе говорю реально, я знаю, я знаю отношения, отношения. Они не считают их за людей, достойных какого-то диалога, достойных вообще жить. У меня даже на канале есть там, например, представители интеллигенции, и в самом начале, когда только начались эти события, человек, да, представитель культурного мира, да, то есть музыкант, талантливый музыкант, пожилой человек говорит, я очень рад, когда, то есть когда начался вот этот миа-цум, началось движение, я видел, говорит, как азербайджанцы, все земли были у них, то есть азербайджанцы в Армении, и это все вот это вот, они рожали детей, и вот семьи увеличивались, и вот они как бы занимали наше жизненное пространство, и очень хорошо, что мы смогли как бы избавиться от них. То есть человек прямым текстом, на армянском, у меня есть это на канале, прямым текстом говорит, представитель интеллигенции, понимаешь? То есть о чем можно говорить? То есть люди хотели этого, люди ждали этого, люди не хотели азербайджанцев, не хотели, и сегодня, вот обрати внимание, поднимается тема, да, западный Азербайджан, постоянно эта тема поднимается, сейчас она уже набирает обороты, когда-то вообще об этом не говорилось, сейчас об этом говорится. Абсолютно армянское общество не реагирует, абсолютно оно не говорит на эти темы, слушайте, у нас жили здесь азербайджанцы, почему мы их изгнали? Чем эти азербайджанцы виноваты? Ладно, были события в Турции, да, но чем виноваты азербайджанцы, которые жили здесь? Какое они отношение имеют к событиям Турции, там, в Анатолии, там, еще где-то? Чем эти люди виноваты? Сельские люди, безобидные, люди, которые никогда не поднимали никаких тем сепаратизма, отделения, присоединения и так далее, да. Никогда не было таких тем среди азербайджанцев в Армении. Почему вы их изгнали? Понимаешь, вот эта мысль, например, другая мысль постоянно меня, вот, ну, как бы, как сказать, трогает, да, или волнует. Говорят об этнической чистке в Карабахе, например, да, что есть возможность, что она обязательно будет, что армяне не могут жить с азербайджанцами, потому что будет, если, как бы, значит, Карабах, значит, полностью будет, значит, в руках Азербайджана, да, то они очистят моментально, значит, уничтожат, истребят и так далее. Почему вы так думаете? Вот у меня вопрос, почему вы так думаете? А знаешь, почему они так думают? Потому что они сами такие. Они сами такие. Они сами так бы сделали бы, понимаешь? Мы думаем о людях то, что... На свой аршин мерят. На свой аршин, да. Да? Точно? Я тебе точно говорю. Почему они постоянно говорят о геноциде? Почему они постоянно говорят об уничтожении? О резне, о изгнании. Потому что в них это живет, они сами на это способны. Говорят, у кого что, болит, тот о том и говорит. Они сами поступили с азербайджанцами так, понимаешь? Перебью очередной раз, я тебе сейчас новый ссылку пропишу, потому что здесь заканчивается время бесплатной записи. Буквально через полминута я тебе присылаю новую ссылку, мы продолжаем. Давай, 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 на связи. Раз, раз, ты меня слышишь? Я тебя слышу и вижу. Да, продолжаем. Альберт, извини, я немножко тему поменяю. Не потому что в знак неуважения к тебе, просто ты, сколько я тебя смотрю, ты всегда эти темы поднимаешь. Ты упомянул канал НОЯТТАПА. Есть также РУСАРМЕНФО, есть множество других ресурсов проармянских. Печатные, телевизионные и так далее. То есть ты как бы своей целью поставил то, чтобы противостоять, развенчивать эти полкнифы. В том числе мифы, рассказы негативные про азербайджанцев. Также мы с тобой вот недавно общались, после того, как вот сюжет об этом мальчике вышел. Ты говорил, расскажи вообще о кухне своей, кухне твоего канала. Ты говорил, что многие требуют от тебя больше того, что ты можешь дать. Потому что ты один работаешь. Ты говорил, переводите на французский и так далее. Ну, постоянно бывает, люди пишут, в принципе, желание очень хорошее на самом деле, да, чтобы эти материалы по большому счету были переведены на другие языки. Французский язык, английский язык, да. По крайней мере, хотя бы вот эти два языка, немецкий язык, я не знаю. Английский хотя бы, английский язык международного общения. Люди пишут, что переведите, например, да. У меня нету такого английского языка. Если бы я владел английским языком в достаточной мере, я говорю на нем, да, но у меня нету такого английского языка, чтобы переводить, делать это качественно и озвучивать качественно, то есть так, как я делаю, скажем, на русском языке, да. Русский язык для меня родной язык. То есть, опять же, переведите, например, пишут. Хорошо. Ни один человек до сих пор, и причем очень много людей, которые владеют английским языком, владеют. Я отвечаю таким людям, да, на комментарии я пишу, что я, к сожалению, не владею. Пусть делают люди, которые могут это делать. Могут. За все это время я тебе хочу сказать, единственное, откликнулась азербайджанская община Канады, и, значит, руководители этой общины, там, значит, такая группа, канадская азербайджанская группа, дружбы, они просто перевели, значит, сделали субтитры к видео, значит, интервью с Оником Кардашем, если ты помнишь такое, значит, очень такое интервью, которое задело очень многих, вызвало большой резонанс, да. Человек, который жил в Карабахе в 2001 году, и все это видел, армянин, этнический армянин, из Соединенных Штатов Америки, он рассказал, он поделился всем этим ужасом, да, то, что он там видел и слышал, с чем столкнулся, он написал книгу, у меня на канале есть этот материал, и этот материал перевели, это интервью, значит, я просто добавил, опять, мне же пришлось сделать субтитры, то есть, оформить это, сделать субтитры, и есть эти субтитры на английском языке. Все. Достаточно очень много материала действительно ценного, и люди в определенном смысле правы. Почему? Вот я все время думаю, ты знаешь, я все время думаю, я говорю на русском языке, да, мы говорим на русском языке, я не знаю, я прав или нет, ты вот можешь как бы со своей стороны тоже сказать, со своей стороны. Я говорю, мы говорим на русском языке, значит, переводим на русский язык, да, то есть, все у нас на русском языке. Вот скажи честно, да, большинству, скажем так, не армян или не азербайджанцев. Интересны эти темы? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что в России, да, или в русском мире, скажем так, русскоговорящем мире, очень мало интереса к тому, что происходит вообще в Армении, в Азербайджане, на Кавказе. Есть, конечно, этот интерес, но минимальный. Отвечу на твой вопрос. Во-первых, я тебе одну вещь скажу, я тебе очень еще раз извиняюсь за то, что я перебил вот ту тему, которую ты развивал, ты неоднократно эти темы в этой материи развивал, и поэтому... Конечно, это же, эта тема очень интересная. У нас, как говорится, не... У нас ограничено все-таки, вот, мы можем и полтора, и два часа записаться, но в любом случае ограничено. У меня есть другие вопросы, которые вот меня, как журналиста, волнуются. Во-вторых, я обязательно сегодня прочту в комментариях, что вот Россия... Я тебе одну вещь скажу. У меня очень часто начинают там и грязью поливать, и... Извини, что я тебя перебил немножко... Это правильно, так и есть. Почему я тебе говорил, ты мне вот с тобой говорили, тебе говорили, что вот почему так не переводишь, почему сяк переводишь? Ты мне говорил, что у тебя несинхронный перевод. Ты слушаешь. Нет, конечно. Ты слушаешь, ты это переводишь на бумагу. Перевод занимает... Я тебе хочу сказать, перевод, например, вот 30 минут, да, потому что там очень такой язык, достаточно высокий язык, да, то есть что-то ты не знаешь, что-то ты пытаешься уточнить. Это много часов просто сидения и перевода. Потом надо это озвучить, это надо наложить, это надо сделать, монтажировать. Делаю всё я, никто мне не помогает в этом. Это моя инициатива. Я ни у кого и не прошу, понимаешь? Абсолютно. То есть это честная, частная моя инициатива, моё желание, моё хобби. И всё своё свободное время или массу свободного времени я посвящаю вот этим темам, этим вещам. Созданию материала, поиску материала, переводу и так далее, да, или каким-то там темам. Опять же. Но люди должны понимать, что это не моя работа, я за это деньги не получаю, гроша ломаного ни от кого не получил, никогда-никогда не просил ни у кого ничего, и делаю абсолютно бесплатно. Это делаю ради правды, ради истины, ради самого себя. Больше ничего. Больше ничего. Так вот, вот я тебе говорю, сегодня я прочитаю обязательно один-два комментарии. Во-первых, очень часто меня, как его, пишут всякую гадость, что у меня там косноязычие, что я как журналист полный ноль. Я им объясняю, что я не был никогда телеведущим, я 20 лет был пишущим журналистом. Я не был оратором, тамадой и так далее. Когда вот сейчас, ты видишь, я с тобой нормально совершенно общаюсь, а когда вот специфические вопросы приходят, надо вспоминать и так далее, получается, ступа. Я не отвечаю этим людям. Сейчас мне напишут хейтеры, что вот Исаков молодец, да, а вот Россия опять его перебивает постоянно. У меня нету никакого напряжения в этом. Я тоже тебя перебиваю, смотри, я тоже тебя перебиваю. Ну, я у тебя беру интервью, я тебе это сам меняю. Вот просто я тебе говорю, вот ты ведешь свою войну против Нойан Топану, против Русам Эпок, ты развинчиваешь, как сказать... Ложь, не просто. То же самое, значит, подразумевал в апреле 2021 года уже почти 27 месяцев назад я, когда открывал этот канал. Я открывал YouTube, я смотрел наших блогеров, я понимал, что им не хватает профессионализма журналистского. Я открыл, я вот смотрел, я первый раз это говорю, я мог бы, другой бы на моем месте, на мой взгляд, давно раздавал бы всякие интервью и так далее, что у меня... Мы с тобой, в принципе, одни из немногих... К сожалению, к сожалению. ...которые этой работой занимаются. Я смотрел, что на наших каналах передают видеоинтервью, там, комментарии Коротченко, Наумова, Шевченко, но никто не делал сам. Это все бралось из выступлений этих экспертов на Соловьев и на 60 минут российских каналов. И когда ты это все делаешь, ты вот... Бывает, что я за три дня снимаю 4-5 эфиров, это я работаю свое, где работа делаю. Плюс я канал люблю, я и ночью сижу, монтирую и так далее. Все это я один делаю, нет у меня никаких помощников. И когда начинает заходить просто алядом и сказать, что вот он ноль, он вообще не журналист, и он... Я вот у тебя хочу спросить, вот ты сможешь армянский канал? На армянском, на русском. Кто-нибудь из армян наезжает на своих вот этих ведущих тогда? Ты знаешь, я не видел, наоборот, я видел, что выходит даже, опять же, да, мы говорим, если мы не говорим о журналистах, да, там масса непрофессиональных блогеров на самом деле, армяноговорящих. Люди имеют что-то сказать, люди хотят что-то говорить. Как правило, очень много неадекватных людей, которые опять же что-то говорят, что-то несут, понимаешь? И их масса в армянском, в армянском сегменте, ютуба, интернета, фейсбука и так далее, да, вот этих тем. И я вижу поддержку со стороны армянского общества, говорят, да, молодец, да, правильно, там, так и надо, вот это, понимаешь? То есть, вот такой нарратив, да, националистический, унижающий других, там, реваншистский, да, то, что постоянно я слышу, он находит отклик, люди реагируют, люди, значит, поддерживают эту идею, то есть он востребован в армянском обществе. Я думал, ты знаешь, один момент я подумал, что армянам вообще неинтересно, потом я начал обращать внимание на комментарии, я смотрю, слушай, сотни тысячи, десятки тысяч комментариев армян на армянском языке, то есть все-таки общество интересуется, ну, опять же, я говорю об их блогерах, об их журналистах, да, их очень много, к сожалению, также очень много русскоязычных армянских блогеров, журналистов, которые говорят на русском языке, даже целый канал, да, но Ян Топан, он же на русском языке, то есть ведется, то есть они специально, для кого они это говорят? Для кого? Значит, для азербайджанцев, да, специальная пропаганда, специальная провокационная пропаганда, именно для азербайджанцев, азербайджанцев... Русскоязычные, да, тот, кто будет слушаться. Масса людей, которые, они распространяют ложь, что вы понимаете, что нами то делают, и причем я тебе одно... И они работают постоянством, ты понимаешь, вот они, у них постоянство, у них постоянно вот это вот, они гнут свою линию, гнут линию, понимаешь? Я знаю, что армяне Карабаха, армяне Карабаха, и никто ни разу не заявился о том, что мы живем на земле азербайджанской, мы изгнали оттуда сотни тысяч азербайджанцев, и когда мы говорим о... никто не говорит о том, что согласно документы были минской группы ОБС, который занимался, азербайджанцы возвращаются в Карабах, там начинается совместное проживание, сейчас же, вот когда говорили, что экоактивисты перекрыли, и так далее, вот весь Запад вопил, вся российская часть СМИ вопил, никто не говорил о том, что азербайджанцев не разрешают вернуться в Ангенди, в Ходжалы, об этом никто не говорил, и вот мы с тобой, в принципе, братья по оружию, как сказать? Конечно, конечно. И вот когда ты говоришь, что тебе начинают замечание, что ты, делаешь это непрофессионально, почему-то, я, в принципе, и ты, наверное, об этом, мы не пишем под комментариями, возьмите, ребята, свое личное время, свое здоровье, отложите все свои дела и займитесь этим. Пусть у вас будет лучше. Вот просто мы с тобой, когда общались, ты этого говорил, поэтому я этот вопрос тоже предлагал. Конечно. Потому что, когда вот кто-то вот танцует, балерина, или актер, актер выходит в 40-градусной температуре, никто этого не замечает. Никто не замечает вот эти вот спортивные достижения, каким потом и трудом они достаются. Вот тебя поэтому в том числе и твой труд тоже забыть себя. А ты знаешь, очень много нервов, я же все это пропускаю через себя. Я тебе серьезно, это на самом деле, это очень тяжело, даже чисто психологически, да. Ты понимаешь, когда, вот, например, что-то я перевожу или что-то делаю, я же не просто перевожу, а как робот, понимаешь? я даю какие-то комментарии, я думаю, я же на, в принципе, как бы, это все проходит через меня, проходит через сознание. Вот представь, такое количество бреда, такое количество безумия, ненормальных вещей абсолютно. Ты пропускаешь через себя постоянно. Фильтры, ну, как бы, через твой фильтр, да. Для меня это уже, знаешь, я тебе скажу, для тебя это диагноз, вот этот твой канал. Тебе просто кайф. Уже вот знаешь, ты без этого канала. Я тебе скажу, я по себе, мне хочется снимать, я снимаю, мне когда не хочется, я два-три дня снимаю. Конечно, конечно. Я с этого Ютуба ничего не имею, у меня монетизации нет. Абсолютно. Монетизацию я послал в письмо, мне должны были прислать шесть там каких-то цифр, до меня это письмо не дошло, полтора года. Тем не менее, я это делаю, потому что это должно быть, это 19-20... Это твое это, да, как говорится? Ты чувствуешь потребность в этом и чувствуешь... потребность это 19-20 век журналистики, к сожалению, как ты сказал, нет. Ну вот, и мы, в принципе, я не буду говорить там, мы одни из немногих. Ты понимаешь, и когда вот я читаю комментарии азербайджанцев, которые начинают оскорблять и принижать какую-то это самое, и ты должен гасить костюм, галстук, бабочку, ты приглашаешь серьезных этих самых, как и эксперт. Дорогие мои, я приглашаю. Они ко мне приходят, они дают им то ли. То есть, когда вот кто-то вот, вот как ты говорил, Брарня, промолчит, понятно, когда вот начинают камни бросать, к сожалению, к сожалению, то, что ты говоришь, имеет место, это говорит о том, что какая-то часть общества, да, нету осознанности, нету понимания. я еще одно вот скажу, у тебя ты ведешь войну с развенчанием, как говорится, армянского бреда, мифологии. У меня несколько иная задача, у нас с тобой разные форматы. ты читаешь, ты открываешь людям глаза, что вот те же самые азербайджанцы, посмотрите, Армении на армянском одно гайд, на русском одно гайд, на армянском совершенно другое. У меня более такая широкая сфера деятельности, в том числе вот это западные и в России тоже часто антиазербайджанские выпады и так далее. Я тебе одно скажу, что мы еще увидим высшую степень европейской истерики, когда Азербайджан начнет обустраивать Карабах и армян, которые живут в Карабахе. Потому что мы восстанавливаем историческую справедливость, мы на своей земле. Мы никуда не зашли, никого не оккупировали, никого не пытались под себя подмять. Это вот те государства, которые вот я думаю, то, что во Франции сейчас происходит, вот эти деньги и так далее, это не первое нить, это давно уже, многие годы. В том числе, наверное, с тем, что там национальный баланс меняется, арабов больше. А арабы, почему будут там выходить и протестовать? Потому что у них за спиной опыт геноцида со стороны колониальной империарской Франции. То есть, рано или поздно все начинает как бы возвращается на круги свои. Ты очень извини, я тебя пригласил поговорить о твоем канале. Нет, конечно, мы говорим, мы просто разговариваем, у нас нет разговор на равных. Конечно, абсолютно. Я знаю, что если рискуешь, конечно, конечно. На самом деле, столько несправедливости, да, вот то, что ты говоришь, страна, которая по уши, по уши, вот в этом геноциде, да, по уши, упрекает другую страну в геноциде или другие народы в геноциде, другие общественности в геноциде. По уши сама в геноциде, да, геноцид в Алжире, да, как они, как они расправлялись с этими Алжирцами? Сколько человек погибло в то время? Где справедливость, где, где трезвое, объективное отношение к истории, к собственной истории, да, к собственной истории и вообще к мировой истории, где правильные, правильная расстановка, как сказать, приоритетов, вообще позиций, отношений, где вот то, что одним словом можно назвать объективностью, вот есть она, эта объективность, нет ее, нет ее, понимаешь, и ожидать ее, этой объективности, от этих, ну, давай будем говорить прямо и открыто, да, подлых людей, подлых, бесчестных людей, бессовестных людей, это бессовестные люди, абсолютно, у них нету ни чести, ни понятия, ни каких-то, знаешь, базовых, да, мы ожидаем от них, вот, нас всегда удивляет, почему они себя так ведут, или мы ждем от них нормального, какого-то отношения в отношении нас, да, но нету этого, не может этого быть, ну, нужно понимать, что это за общество, что это за, какие принципы там, значит, господствуют, доминируют в этих обществах, подлость, продажность, негодяйство, бессовестность, к сожалению, и вот эти качества, они, ты понимаешь, вот, доброта, да, например, доброта, какие-то положительные моменты, да, скромность, скромность, да, вот мне очень, очень нравится в азербайджанском народе, это, это, я очень даже, знаешь, я хочу сказать, я был в Баку, со своим троёрным братом, мы ездили в автобусе, да, в автобусе, в метро, я смотрел, обращал внимание, знаешь, как человек, скажем так, ну, давно не живший, не бывший в Баку, да, более 30 лет, и вот я смотрел на людей, молодых людей, парней, девушек, я видел в них скромность, такие, знаешь, вот, люди не смотрят прямо друг на друга, люди не смотрят вызывающе, люди не ведут себя вызывающе, люди не ведут себя дерзко, ну, то, что я видел, а люди разговаривают полголоса, нету такого, знаешь, вот это хаясыс, да, вот это вот выражение такое, да, нету этого в людях, люди скромные, одеты скромно, да, ну, относительно, опять же, да, понятно, то есть, это мой взгляд, это, ну, мой субъективный, я не говорю, что там я это, то есть, эти качества, я тебе хочу сказать, они не выпячиваются, они не толкают себя вперед, понимаешь, скромность, она не, скромность на то и скромность, да, чтобы… где, что? В каком районе Баку вырос? Я же, я же вырос на Инглаба, я жил на Инглаба, Инглаб и проспект Ленина, вот это пересечение, я вырос, я родился… на Римановский, на Семьистр, это очень понял, Да. Метро Геанжлик? Метро Геанжлик, мы постоянно пешком ходили, в метро Геанжлик, там была почта, мама работала в библиотеке, Тхагишахбази, я вырос в этой библиотеке, рядом высотное, высотное здание, там дом военной книги, напротив школы, моей школы, 47-й школы, постоянно я ходил в этот книжный магазин, покупали книжки, я вырос среди книг, понимаешь, я… Баку – это другой город, это другая, другое, абсолютно другой мир, абсолютно другой мир, к сожалению, вот рядом, да, два, две страны, но насколько они разные, насколько они разные, к сожалению. В принципе, ты сам неоднократно, Павловна, говорю о том, что твое вынужденное переселение в Армению стало… Первой причиной этого стала вот Дашнакская… Я говорю об этом постоянно. Я постоянно благодарю Дашнаков, я тебе хочу сказать, постоянно, каждый день. Ну, ты понял, да, меня? Я говорю им спасибо. Да. Поэтому… За что? Я считаю, что… большая часть вины, во-первых, на этой партии, да, во-вторых, вот эта национальная, националистическая, ущербная идеология, ущербная, значит, вот эти люди, это, это интеллигенция, я не знаю, как ее назвать, да, скажем так, элита, политическая, интеллектуальная, лидеры страны, да, оказались негодяями, оказались, вот, то есть, на плаву оказались вот эти негодяи, эти преступники, это Дашакская партия, террористическая партия. Я сейчас готовлю материал о Дашаке. Альберт, тебя неправильно поймут, я точно неправильно понял, за что ты благодаришь Дашнаков? А, я благодарю за свое счастливое детство. И счастливое детство очень многих армян, которые детство, их жизнь. в смысле, благодаряешь кавычкам? Кавы, больших кавы. Потому что... Некоторые буквально поймут. Я тоже, ну, в принципе, я понял, что ты какой-то, это самое, имеешь какой-то подтекст. Потому что только благодарить остается, больше ничего, понимаешь, в этом смысле. То, что они сделали и продолжают делать, да, они же, они же враги армян. Дашнаки, это враги армян, это душманы. Моя мама в детстве говорила, я постоянно тоже повторяю эту фразу. Когда говорили о дашнаках, там были какие-то разговоры, да, она говорила, это наши душманы. Она это говорила, моя мама, в отношении дашнаков. то есть, ты знаешь, в армянском обществе, особенно в Армении, очень неоднозначное отношение к дашнакам. И я тебе хочу сказать, очень много отрицательного, просто дашнаки агрессивные, дашнаки – это террористы, понимаешь? Если убрать этот элемент, свести его к минимуму или свести его к нулю, например, вот мы говорим о той же самой Франции, ты говорил о Франции. Макрон встречался буквально недавно, да, с кем он встречался? С представителями дашнаков, с руководителями дашнаков, один из которых не въездной в Армению. Вот представь, да, Армения не пускает этого человека в Армению, он террорист. А Макрон с ним, как говорится, Ну, я так понимаю, что он сейчас провалил или находится в такой исторический период в Афранции, который теряет свои имперские силы, в том числе в Африке. И у него полный, ну, насколько мы можем судить по публикациям СМИ, по ситуации, не только то, что сейчас происходит, несколько лет назад, помнишь мне, в течение 4-5 месяцев. Да это же постоянно. Каждая суббота желтые жилеты. Да, да, там кошмар был вообще, кошмар был. И он как-то по-другому там прикляствует, сейчас пытается наезжать на Азербайджан. Хорошо, что еще, а это еще, знаешь, потери. Дайте мне, говорит, о, что-то там, какую-то осень, или что, и я перевернул мир. Переверну мир, да. Дайте мне точку опоры, точку опоры. Да, опоры, да, и я перевернул то же самое. Значит, франция потеряла точку опоры в качестве сопредседателя Минской группы ОБС-Ю. И она, извиняюсь, не буду, ладно, говорить, она пытается нагадить, я по-другому сказал, нагадить, только так и получается. Евросоюз, Шарль и Мишель, то, что она пытается показать, что я, это, ну, там, Франция и Германия в основном, была бы в Великобритании, Великобритания вышла из Евросоюза. Франция политический, как бы, лидер, Германия индустриальная. Она пытается все время, Евросоюз пытается как-то, то, что потеряла, она пытается, есть такое, что проигрывать можно с хорошей мином, а можно проигрывать с плохой мином. Такая игра. К сожалению, к сожалению, и вот это все время мы видим, понимаешь, это все время перед нашими глазами. Что мы видим? Мы видим вот этих вот экстремистов, вот эти вот партии, которые заявляют о себе, которые бегают, например, по улицам Еревана, которые кричат. Нормальные люди сидят дома, нормальные люди по большей части остерегаются, боятся всего этого, они боятся высказать свое мнение, а я призываю людей не бояться, озвучивать свое мнение, озвучивать его, говорить. И я думаю, что я надеюсь, что таких людей будет больше и больше, которые переступят эту черту, и действительно, это общество станет свободным. Оно сегодня говорит о свободе, что якобы в Армении свобода, демократия и так далее. Но сознание армянского общества, оно тоталитарное. Оно тоталитарное, оно замкнутое, закрытое, огромное количество табу, тем, которых нельзя обсуждать. Ты можешь там обсуждать, ругать азербайджанцев, ругать турок, ругать евреев, открыто, публично, но это не признак демократии. А ты попробуй, как говорится, коснись своих святынь, ложных святынь, ложных вот этих вот героев, националистических, нацистских вот этих своих преступников, попробуй их коснись. Буквально недавно, буквально недавно, я тебе говорю, да, один журналист появился там в Армении, он начал очень, кроме того, что он журналист публичный, он начал свой канал и очень много подписчиков, он говорит достаточно хорошо, так, внятно, да, и популярный стал. И он начал, значит, о Нэшде говорить там это. Я ему просто написал там, я привел ему цитату Нэшде до, во время войны, во время войны, где он, значит, ругал большевиков, советскую власть и говорил о том, что советская армия никчемная и гитлеровская армия уничтожит советскую армию. Он говорил это, это есть цитата в его книге, в его книге, изданной в Армении, сейчас изданной, то есть в 2018 году эта книга была издана, книга Нэшде. И тут же дальше, в 47-м году, когда он оказывается в тюрьме КГБ, в советской тюрьме, он говорит о том, что он очень доволен Красной армией, советской армией, и надеется, что советская армия обладает такой силой, таким могуществом, и она противостанет Турции. Я вот эти две цитаты взял из одной и той же книги, сказанной ему в разное время, и послал ему, и что он мне ответил? Он мне говорит, и что говорит, какой-то Альберт Исаков будет, придет к нам и будет нам говорить о Нэшде? Что вы хотели этим сказать? Я говорю, скажите мне вот эту цитату и эту цитату произнес один и тот же человек. Сначала он говорил о том, что гитлеровская армия уничтожит. Слава Гитлеру! Прославлял Гитлера, прослав фашизм. Это все есть в его книге. Причем оно же не убрано из этой книги. Оно есть, оно в современных изданиях печатается в Армении. На русском языке печатается, на армянском языке печатаются эти книги. Книги Нэшде, да? А уже позже, значит, он говорит о том, пишет письмо Сталину, где он прославляет Красную Советскую Армию. Когда он уже во Владимирском Централе сидел. Да. Да. Я говорю, это один и тот же человек писал? Понимаешь, вот у них нет этого сознания. Еще я тебе хочу сказать к этому. То есть, вот это безумие к чему приводит. Нэшде был, значит, против марксизма, против большевиков, против советской власти. У него была другая идеология, да? То есть, у него был другой подход к миру, к мироустройству. Монтемиал Канян, да? Другой национальный герой. Номер один, можно сказать, национальный герой. Кем он был идеологически? Он был коммунистом, он был марксистом. В буквальном смысле, коммунист, идейный, идейный марксист. Я не могу понять, как такая фигура, как Гарри Гиннэшде, да? И Монтемиал Канян, люди с разных миров, с разных идеологических площадок, абсолютно разных. Мало того, что они разные, они враждебные друг другу. То есть, человек, да, идейный лидер, который ненавидел марксизм, он говорил, например, это цитата Нэшде, он говорил, что еврейство породило марксизм. Марксизм породил Ленина. Ленин создал, значит, большевизм, а большевизм произвел всемирное искушение. То есть, человек обвинял еврейство, человек обвинял Маркса, как еврея, и так далее, обвинял евреев, сионистов, да? То есть, был такой человек, этот Нэшде. То есть, у него очень много антисемитских выпадов в его книге. И Монтемил Каньян, который был марксистом до мозга костей, марксистом, коммунистом. У него была, он был идейным коммунистом, да? При том, что он был террористом. И еще вот к этому, если продолжать эту тему, да, но сейчас я ее, конечно, закончу, чтобы не утомлять слушателей. партия Дашнакцутюн стоит на одной платформе, да, социально-социально-деологической платформе. И террористическая группа Ассала, совершенно другая площадка, другая основа, другая база идеологическая. Ассала – это коммунистическая организация, коммунистическая, созданная компартией, созданная Советским Союзом, левая коммунистическая организация. И Дашнакцутюн, организация, которая ненавидит, ненавидела коммунистическую идеологию, боролась все это время с коммунистической идеологией, была идейным врагом, да, марксизма. Как эти партии, как эти идеи уживаются в сознании рядовых обывателей, да, просто людей, которые героизируют и тех, и тех, вне зависимости от, как говорится, от их этого. То есть, это, понимаешь, это совершенно разные эти. Но в сознании таком воспалённом, неадекватном, эти вещи уживаются, уживаются и стоят на одной полке. То есть, на одной полке может стоять Мнаждэ, на другой полке может стоять Баграмян на одной полке, да, и рядом стоять Монте-Мелконян. Всё на одной полке. Поэтому людям нужно просто пересмотреть, людям нужно правильное восприятие истории, правильное восприятие реальности, правильное восприятие объективной действительности, трезвое, непредвзятое, непристрастное, беспристрастное. То есть, понять, слушайте, что, ну, вот эта история, вот эта вот жизнь, да, вот эта вот реальность. Была Российская империя, была Османская Турция, была Великобритания, империя, Франция, имперские замашки, имперская тема колоний, колонизация мира была. Как Россия колонизировала Кавказ, почему об этом не говорят? Как Россия действительно изгоняла мусульманское население в середине, в начале, в середине 19 века, как были изгнаны черкесы, как были уничтожены убыхи, как национальность, черкесская национальность полностью была уничтожена, то есть произошел геноцид. Почему об этом не говорят? И на их место поселили вот этих амшинских армян, вот эти так называемые сочинские армяне, да, сочинские амшинские армяне, выходцы из Турции, их привозили на их место, а на их место там туда приезжали черкесы, то есть изгнанные черкесы. Почему об этом не говорят? Нужно подойти к истории трезво, объективно, и не жить этой историей, вымышленной историей, а жить сегодняшним днем, сегодняшней реальностью. Нужно оставить эти иллюзии, перестать жить иллюзиями, нужно, для этого нужно отрезвление, понимаешь, а для отрезвления нужно какое-то смирение, нужна какая-то скромность, нужна должная самооценка, то есть трезвая, самокритика нужна. Слушайте, мы не пуп земли, земля не создана ради нас, как этот мальчик, да, он говорит, я уничтожу и сделаю планету Армении, то есть земля станет Арменией, понимаешь? Это верх безумия, верх сумасшествия. Слушай, неинтересно жить в мире? Неинтересно, неприятно, если мир черно-белый. Посмотри, сколько красок, да, сколько тонов в мире, сколько переливов этих тонов, сколько звуков. Вот если бы музыка состояла только из семи нот, да, вот просто вот семь нот, постоянно повторяющихся, да, или там два-три тона, насколько эта музыка была бы бедной? Это была бы какая-то, знаешь, как просто как сирена какая-то, да, просто сирена звучит. Я тебе скажу как музыкант. Есть, допустим, семь нот, ты имеешь в виду, ну, только белые, ты еще имеешь в виду, пять черных. А вот это я не разбираюсь, кстати. Нет, ну, есть семь нот, еще пять черных, да, бемоли, диезы, но есть еще лидийский лад и другие. Там, знаешь, когда ты используешь не все семь нот, а только, допустим, пять, и вот это уже получается совершенно другое. Ты не все семь нот используешь, когда вот какое-то произведение пишешь и исполняешь. Используешь, когда пять, там, четыре, другие это, и там уже получается... Это, как говорится, не все так просто. То есть люди используют базовые вещи, но люди создают красоту. То есть красота в чем? Красота в разнообразии, в разнообразии культур, в разнообразии цветов, переливов, тонов, сочетаний их. Причем, если все было бы просто одного какого-то цвета, да, например. Ты говоришь, давай покрасим холодильник в черный цвет. Сделаем все черным. Сделаем все однотонным, монохромным, да, будет все. И все, и будем жить, и радоваться. Но реальность же, она другая, она многоцветная. Где вот эта многокультуральность? Где сегодня вот эти все... Жили у вас, слушайте, жили азербайджанцы. Сельское хозяйство было у азербайджанцев. Сейчас посмотри, вот они постоянно говорят, я слушаю на армянском языке. Сюник, говорит, полностью пустой. Да, вот этот Зангизур. Полностью пустой. Людей нет, пожилые, старики. Никого нет. Эти села пустые, заброшенные. Почему? Население изгнали. Население изгнали из него. Природное, естественно, органическое население, которое там жило. Вы имеете в виду азербайджанцев? Азербайджанцев. Они изгнали. Там жили компактно азербайджанцы. Но они не прижились на этой земле. Они не, эта земля не стала для них домом. Они, да, они говорили, заявляли. Но почему они там не живут? Почему они оттуда уезжают? Почему люди убегают оттуда? Убегают из периферии, да, из этих районов, из этих поселков, да, сел. Переезжают в Ереван. Из Еревана уже переезжают другие страны. Уезжают, убегают. Живите, приезжайте, живите, стройте, созидайте. Если это ваше, если это ваше, зачем вы уничтожили Агдам? Зачем вы уничтожили? Вы считаете, что это ваша историческая родина, да? Это территория, территория Карабаха. Вы считаете так, вы говорите об этом. Почему вы уничтожили? Вы как саранча, вот просто прошли, все уничтожили. Где ваше созидательное, где ваше строительство, где ваша культура, где это все? Вы же все обворовали, раскулачили, уничтожили. Я когда работал в Ереване, да, я работал на заводе. Я пришел в 96-м году на завод. А наши вот эти вот работники, рабочие, они говорили, что мы вот в 94-м году или 95-м весь цех собрались полностью, ну, это было как бы такая вот от государства. И они, значит, поехали на территорию Карабаха и грабили заводы, предприятия. И мне показывали вот эти рабочие, смотри, вот этот резец, это сверло оттуда, это оттуда. То есть привезли. Ограбили, привезли. Конечно, может быть, цель была ограбить, присвоить, раскулачить. Я не знаю, какая цель была, но это явно не национальная, никакая неблагородная цель. А почему вы не построили на этом месте? Почему вы уничтожили то, что было, и не построили ничего нового? Почему вы не заселили эти места, не создали тот рай, о котором вы мечтали? Вот и всё, понимаешь, это всё люди должны понять. Всё это обман, всё это иллюзия, всё это самообольщение, больше ничего. Люди находятся вот в этом состоянии, да, какого-то одурманивания, на самом деле. А реальность, она вот такая, воровство, как они говорят, талант, да, постоянно это слово употребляют. Воровство, грабёж, и всё. Ты не можешь построить своё счастье на несчастье другого человека. Не можешь построить счастье. Ты не можешь выгнать человека из дома и потом прийти в его дом и жить, и радоваться. Не может такого быть. Не будет никакой радости, не будет никакого успеха, понимаешь? Я так думаю, это моё мнение, я не знаю. Спасибо тебе, Альберт. Спасибо. Это был очень насыщенный такой живой разговор. Как говорить, без купюр. Да. Без галстука. Прежде чем завершить, ну, наверное, у нас ещё будет время сейчас поговорить. Вот ты про чёрный говорил, что всё чёрное, всё чёрное, чёрное. У меня вот как бы эпилогом к нашей сегодняшнему эфиру. Был бы белым, но всё же было бы и чисто. Пусть холодным, но всё же с ясным взором. Но кто-то решил, что война и покрыл меня чёрным. Был бы чёрным, да будь хоть самым чёрным. Но тот кто-то главный, кто вечно рвёт в атаку, приказал наступать на лето и топтал меня в хакер. Я вижу свет, но я здесь не был. Марш-марш левый, марш-марш правый. Я, значит, не хочу всех тех... Нет. Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки. Вот многие сейчас политики, геополитики и так далее, в том числе эти тошнаки, они пытаются топтать всё в цвет хаки. Цвет крови, цвет насилия, цвет бедствий и решений. Ну, наверное, три другие узнали, что это шар цвета хаки. Наутилус Помпилиус их дебютного альбома 80-х годов. Я тебя слушаю. Эпилог, как говорится, посвучал. Мы ещё в эфире, мы ещё в эфире. Спасибо тебе большое. Я очень-очень дико или очень искренне извиняюсь за то, что я тебя перебивал, за то, что я на полусловие тебя обрывал. Я тебя тоже перебиваю постоянно. Я тебе предлагал другие темы для обсуждения. Так что не обессудьте и не… Нет, конечно, что ты. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Мы просто разговариваем, мы говорим о нашей боли, о нашей переживании, то, что мы чувствуем. А это, мне кажется, вот эта искренность, она прежде всего, это самое главное, самое ценное вообще в нашем разговоре, вообще в любом разговоре, в любой беседе. Спасибо большое ещё раз, уважаемые зрители. Я вместе, вы с Альбертом приносил извини за то, что вы слишком долго, уже больше часа. Сейчас, я не знаю, мы 70 минут говорили, 80 или 60. В общем, за то, что вас задержали, вы вынуждены были сидеть у экранов ваших телефонов, телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Я ещё раз вам предлагаю, представляю, опять вот, оговорка по Фрейду, которые опять начнут против меня кто-то там хейтеры используются. Я имел честь общаться сегодня с Альбертом Исаковым, автором и ведущим YouTube-канала Альберт Исаковым. Спасибо, Альберт, до новых встреч. Спасибо, Расим, всего доброго, всего хорошего. Всем мир над головой. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Альберта, ставьте лайки, приглашайте друзей. И я, и Альберт, мы работаем во имя добра, во имя торжества мира, справедливости и добра. Я думаю, что в этом своём, как говорится, оценке я не ошибаюсь. То же самое делаешь и Альберт. Спасибо. Всё, всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»